Где-то два года назад я на своем YouTube-канале записывал видос про коллекцию своих игр на PlayStation 4 И на мое удивление, когда совсем недавно я зашел чекнуть этот видос, я увидел какие-то нереальные просмотры Около 500 тысяч просмотров, учитывая, что это не основная тематика моего канала Это, конечно, достойно, спасибо вам за просмотры И сегодня я решил сделать некий эксперимент тоже и показать вам свою коллекцию моих консолей Все мои консоли хранятся вот на этих вот полочках И буду поочередно доставать и рассказывать какие-нибудь истории, связанные с этими консолями Поэтому, если вам этот видос зайдет, то давайте наберем лайкусики Будет много лайкусиков, будет похожий контент, я могу запилить вторую часть моих игр Там я уже покажу не только на PlayStation 4, могу показать также на PlayStation 3 В общем-то, я найду, что записать, учитывая, что сейчас такое сложное время, так скажем, для FIFA Я надеюсь, что вам такой посторонний контент придется по душе Ну и перед тем, как мы стартанем, естественно, напомню о своих спонсорах, компании One X Сегодня будет крутая заруба, где встретятся две классные команды Это Лейпсик и Атлетика Ну, собственно, будет крутая заруба Если вы хотите добавить интереса в этот матч по закрепленному комментарию Вы можете сделать ставочку на сайте One X или уже перейдя по моему QR-коду Начнем мы, наверное, с самой очевидной консоли, которая у меня имеется Это PlayStation 4 Имеется у меня целых две штуки Одна стоит у меня вот здесь вот под ногами, рядом с пекарней И одна стоит в комнате, где я, собственно, сплю Ну и, в общем-то, я думаю, что здесь очевидно, зачем мне две плойки Но, если кто не понял, объясняю Здесь, в этой комнате, я записываю ролики Соответственно, здесь мне по-любе нужна консоль, на которой я буду играть в FIFA 20 Ну и, собственно, вторая плойка у меня в той комнате, где можно почилить, лечь на кровать Сидеть, играть на огромном телике Там еще и прошка, если что, у меня Соответственно, и графон намного круче, чем на этой плойке Собственно, поэтому у меня две PlayStation 4 Ну, так или иначе, я думаю, что все вы знали, что у меня есть плойка четвертая Возможно, вы не знали, что у меня их две Теперь давайте перейдем к тем консолям, которые, возможно, вы не видели у меня Ну что, ребята, Xbox One Это та самая бесполезная консоль, от которой толку просто Zero Если не считать Forza Horizon Да, это единственная игра, в которую я играю на этой консоли Достаю ее очень редко В основном она стоит и пылится у меня, как вы можете заметить Да, она вся пыльная, грязная Ну, в общем-то, Xbox никогда не отличался своими какими-то шикарными эксклюзивами И, по большей части, я взял эту консоль только ради легенд Да, раньше у нас легенды выходили исключительно вот на этой коробке Поэтому исключительно только ради этого я ее купил Также я прикупил себе, как вы можете заметить, геймпад элитный Смысла от него мало, потому что я часто швыряю геймпады Соответственно, в один из этих дней тут все разлетелось Ну, вы сами понимаете, да, типа стук и все И кнопки падают, и ты ищешь по квартире Крайне неудобный геймпад Раньше вот такие вот надписи были, да, на коробках с фифкой Типа легенды только вот на Xbox Ну, в общем-то, как я и говорил, вот по этой скромной коллекции Вы можете понять, что в основном я использовал Xbox только для двух игр Это FIFA и серия Forza Horizon Которая уже вышла в экземпляре дохуя штук Ни одну из них до конца не проходил Все понемногу начинал и как-то забрасывал Ну, я думаю, что здесь как-никак, кстати, будет заговорить о младшем брате Xbox One Это Xbox 360 Легендарная консоль Впервые я с ней ознакомился в далеком 2011 году Приобрел я ее, а не PlayStation 3, почему вы спросите? Да потому что на этой консоли можно было изи-пиратить диски Да, тогда у меня были проблемы с деньгами И вот пришлось выбрать Xbox вместо PlayStation Ну, сейчас-то понятно, вся моя любовь к PlayStation у меня на пальцах видна И по эксклюзивам она обыгрывает Xbox Да и вообще в целом, как вы можете знать, у меня дохера платен Который я убиваю исключительно на PlayStation Хотя раньше я и на Xbox выбивал ачивки У меня там есть, я думаю, десятка игр, где я набил 1000 очков G или какие-то там, 1000 G называется Xbox 360 я приобрел где-то года два назад Предыдущую версию я продал И взял ее только ради FIFA Street Да, я думаю, что вы все помните то, что у меня на канале выходила игра FIFA Street И именно ради нее я взял Xbox и больше ее не включал Вру, я сейчас вас обманул Потому что где-то полгода назад мы с моей девушкой Настей Перепроходили вот Silent Hill Именно на консоли Xbox One Потому что, опять же, на этой консоли можно было пиратить И, соответственно, тут имеется русский язык А в оригинале лишь английский Поэтому мы вот на боксе и проходили две части Санкт-Петербурга Ну и опять же повторюсь, что это легендарная консоль В свое время я впервые на ней попробовал FIFA 14, режим Ultimate Team Поэтому можно сказать, да, что именно вот с ней началась моя история Карьеры FIFA, или как правильно сказать Так что Xbox 360 в моем сердечке В свое время она мне понравилась больше, чем PlayStation 3 Хоть, возможно, это связано лишь с тем, что на ней можно было пиратить Но, так или иначе, на ней я очень долгое время проиграл Так, что у нас там дальше? Дальше у нас на очереди няшный геймпад Я думаю, что вы примерно догадываетесь От какой консоли этот геймпад и, да? Это PlayStation 3 Приобрел я его около трех лет назад Чтобы перепройти кое-какие игры, которые я не смог в свое время поиграть на Хуани Играл в Infamous Первую, вторую часть Гран Туризма какую-то я играл, я помню Heavy Rain Beyond Two Souls Ну и вообще, в целом, основная игра, ради которой я докупил эту консоль, свою коллекцию Это Need for Speed Hot Pursuit Она даже в дисководии до сих пор Только именно исключительно ради этой игры я запускаю ее время от времени Очень сильно в душу запал именно мультиплеерный режим в Need for Speed Hot Pursuit Решил, так скажем, выбить на платину эту игру Зашел и немного разочаровался Потому что в онлайне люди уже не так часто встречаются И иногда приходится там по 10 минут сидеть, чтобы найти соперника Ну и в целом, я считаю, что это один из самых удачных Need for Speed'ов за последнее время Поэтому вот именно ради этой игры я взял эту плойку Ну, конечно, не только ради нее, в общем-то, тут есть тоже горочка игр Про которые я, в принципе, мог бы вам рассказать Под каким-нибудь, опять же, тематическим роликом с моими коллекциями видеоигр Опять же, если вам будет интересно, понаставьте 30 тысяч лайков Я сделаю полный обзор всех своих дисков Да, он, возможно, будет час идти Но, возможно, кому-то такой контент придется по душе Учитывая, что вы на прошлом видосе собрали полмиллиона Все возможно Ну и, собственно, как вы можете заметить Это Slim-версия PlayStation 3 И выглядит она, честно, убога Мне безумно не нравится ее дизайн Какой-то колхозный Вот эта крышка отъезжающая В общем, не по канону подумал я Ой, блядь И прикупил себе жирненькую PlayStation 3 FAT Как мне кажется, она более гармонично выглядит, нежели вот эту огрызку Ну, вы сами посмотрите Включал я эту консоль всего лишь пару раз Ну, вы сами понимаете, у меня есть PlayStation 3 Slim На которой все прекрасно работает А она просто стоит и украшает мою полочку Кто-то скажет, что какая-то глупость Возможно, не исключаю А дальше у нас на очереди, ребята, PlayStation Классический PlayStation Выполненный в маленьком виде Это подарок от Никиты из Сударя В свое время решил ее подогнать В принципе, что о ней сказать Фановая штука, на самом деле Выглядит она вот так вот Опять же, чисто эстетически Поставить ее где-нибудь на полочку Очень даже миленько смотрится Очень жалко, конечно, что крышечка не открывается Могли бы заморочиться и добавить эту функцию Хоть она была бы и бесполезной, но все же Предустановлено тут 20 игр Тут сообщается, что это лучшие игры для PlayStation Как вы понимаете, это пиздеж Потому что я играл исключительно в Tekken и Twisted Metal Поэтому хакеры, недолго думая, взломали эту консоль Я на флешку закинул те игры, которые я играл в детстве И, соответственно, вставил и пошел играть Конечно, это не так атмосферно, наверное Как если бы у меня была классическая PlayStation И она обязательно у меня будет Да, я пополню свою коллекцию консолей Это прям точно У меня в детстве в классе, там, я не знаю В пятом или шестом была PlayStation 1 И хочется заново прочувствовать эти ностальгические чувства Но в целом, я думаю, что это полная дрессня, а не консоль Потому что, вы сами понимаете Намного дешевле будет купить оригинальную PlayStation 1 И накупить дисков, которые вы играли в детстве И сидеть, кайфовать с этого процесса Нежели покупать по дефолту 20 установленных игр А если вы не знаете, как взламывать ее Ну, вы сами понимаете Я помню, вначале она там то ли десятку, то ли пятнашку стоила В общем, какая-то сумасшедшая цена была Сейчас она стоит около 2000 Как бы за эту цену еще плюс-минус можно Но, опять же, вот эти предустановленные игры Это такой себе Ну и геймпады Они какие-то очень хрупкие Какие-то легкие Слишком, я не знаю, может они такие и были у меня в детстве В общем, куплю себе оригинальную PlayStation Там и сравним Так что, ребята, не забывайте про мой промокод PANDOS Он даст вам крутицкий бонус Ну, естественно, ребята У меня также есть Retro Gaming Это, наверное, моя первая консоль в моей жизни Которую мне купили в детстве NES Более известная как Dendy Наверняка она была у каждого второго В 90-е, по крайней мере, который родился Тот вроде как шарит Что это за консоль Вот такие вот прекрасные диски Дискеты, точнее Или как правильно сказать Катриджи Катриджи Вот, вспомню Вот, к слову Продавались на эту консоль И вот эти вот названия Наверняка все понят 999 миллионов игр в одном Меня, скажу честно, подкупало все это дерьмо в детстве Когда я заходил там на рынок И видел кучу катриджей Где там миллион игр в одном Я смотрел такие на обложке О, сейчас приду поиграть Столько игр Вставляю катридж А там просто 5 игр Которые разложены на 50 страниц В общем, нормально так наебывали своих покупателей В свое время, скажу Естественно, я эту консоль В первую очередь все приобрел Для своей коллекции И также, чтобы поиграть В мою любимую игру детства Именно на этой консоли Это танчики Также я прикупил себе пистолет Который я уже посеял Чтобы пострелять в уток Дагхантер игра вроде называлась Я не помню точнее название Но я думаю, что суть вы тоже уловили У меня есть все лишь два катриджа Включаю я редко-изредко, так скажем Поэтому в основном она тоже стоит так Чисто для коллекции Ну и естественно, после Нинтендо Идет Sega Да, она тоже была у меня в детстве Решил я тоже Чтобы вспомнить те самые Ностальгические чувства Безумно любил играть в игру Comic Zone Про Mortal Kombat Ultimate Вы и так все знаете Это, наверное, лучший файтинг В истории человечества В который я наиграл миллион часов Sonic, само собой В общем, много крутых и годных игр Было на этой консоли Тут установлено то ли 50, то ли 100 игр Время от времени включают Чтобы по большей части поиграть в Mortal Kombat Comic Zone и Sonic В принципе, можно поиграть уже на PlayStation 4 Там есть какой-то некий ремастер С ретро-геймингом все Да, это Dendy и Sega Две консоли, которые были у меня в детстве Ну что, портативки у нас пошли на очередь И первая консоль это PSP PlayStation Portable Называйте как хотите О, у меня височек даже стоит Tekken Dark Resurrection Да, это, наверное, самая часто юзабельная игра на этой консоли Я играл в нее в 2009-2010, наверное, годах Когда плюс-минус она была в тренде Прикольная была консоль для своего времени Но дальше Вы сами знаете, что было Вышла PSP Забыл, как назвать эту версию Бездисковая Там ты игры с интернета качал Забыл, как назвать В общем, дикий провал был Потом была PlayStation Vita Которая, к слову, у меня тоже имеется Блин, и вот Не знаю, вот что Вите не хватило Казалось бы, все было Крутой дисплей Крутые функции По типу вот Тачпада, который сзади нажимал Как-то взаимодействовал в играх В целом, как бы, приятно Консоль выглядела Но вот что-то не поперло Вот что-то вот Какая-то беда была с играми И по итогу она проводилась Очень жаль, что PlayStation сейчас забили Болт на портативный рынок Было бы круто увидеть Что-то похожее на Nintendo Switch В общем-то, основная часть игр У меня установлена на Самой PlayStation Vita Я ее пытаюсь запустить Я очень давно ее не запускал Я не знаю, заработает она или нет Ну и, наверное, самая бесполезная Консоль в моей коллекции Это Nintendo Switch На большом экране я в ней не играю Я думаю, вы сами понимаете Когда из PlayStation 4 Зачем играть в эту сарань Зельда мне абсолютно не зашла Я не фанат Марио Я не фанат Каких-то там Индии игрушек По 5000 рублей Поэтому Я ее купил, по сути, ради того Чтобы чекать тут Какие-то части FIFA FIFA 18 FIFA 18 FIFA 19 Там 20 На ней играл Все ролики, опять же, вы можете найти у меня на канале К сожалению Как-то не запало в душу Я не знаю, в чем это То ли в том, что игры не те То ли Сама консоль не слишком портативная получается Ну, типа, если вот так вот смотреть На Намного больше, чем PlayStation Vita Хотя, при этом понимаешь, что есть какие-то лютые фанаты Данной консоли Которую покупают Ее только ради Зельды Никого не осуждаю Но вот лично мне Она не зашла Ну и, в общем-то, ребята, все Вот такая коллекция у меня Консолей В ближайших планах У меня купить PlayStation 1 Поиграть там В Driver Поиграть там В Siphon Filter В Vigerland 8 В общем, много есть игр Которые хотелось бы Перепройти Также хочу взять себе PlayStation 2 Я на ней тоже Безумно Много классных игр Наиграл в свое время Сейчас еще и PlayStation 5 выходит И Xbox Series В общем, думаю, что мои полочки В ближайшее время нормально так пополняются Ну и, в общем-то, вот, ребята Я не знаю, понравился вам этот видос или нет Я не знаю, насколько минут он вообще получится Может, получится долгим Может, получится коротким Не знаю Но так или иначе Если вы кайфанули Если вам понравился этот видос Обязательно поддержите лайком Оставляйте комментарии Вы часто пишите о том, что Пандос, пили посторонний контент Иногда я ее пилю Он не заходит И вот сейчас самое время Чтобы продемонстрировать То, что вам понравился Посторонний контент Чтобы я дальше продолжал В том же духе Все-таки, опять же, понимаете FIFA уже умирает Записывать по ней ролики Совсем не актуально Поэтому поддержка Как-никак важна С вами был я, PandaFX Оставляйте комментарии Пишите, какие консоли У вас есть дома И, собственно, всем хорошего настроения Вроде все сказал Всем пока А, ну и не забывайте Подписываться На телеграм-канал Там будет Уникальный контент Вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok